Здравствуйте! С новостями культуры Хакасии познакомлю вас я, Наталья Чудина. Главный военный дирижер России Валерий Халилов совместно с симфоническим оркестром Хакасии завершили гастроли по республике. С оглушительным успехом концерты прошли в селе Аскиз, городах Абаза и Саиногорск. Финальный аккорд прозвучал в столице республики Абакани. За четыре гастрольных дня, четыре концерта, дирижер Валерий Халилов и Хакасский симфонический оркестр посетили самые крупные населенные пункты республики. Концертную программу построили на классике, российской и советской, плюс проверенные временем песни. Мы принимали потрясающе, мы переживали за Аскиз, поскольку первая часть программы классическая такая. И все-таки сельский район как, ну знаете, потрясающий был прием, все время браво в сале, все время вставания, аплодисменты, овации, это замечательно. Абаканский зритель из разряда подготовленных. Живую классическую музыку на сцене Хакасской филармонии играют регулярно. Но когда за пультом стоит главный военный дирижер России, родной симфонический оркестр начинает звучать совершенно по-новому. Хорошо, когда идет плановая работа с дирижером, но когда приезжают другие дирижеры, это обогащает оркестр. Потому что каждый дирижер вносит какую-то свою лепту, понимаете? Это очень многогранное творчество, и это обогащает оркестр очень сильно. Что касается самих музыкантов, то для них общение с Валерием Халиловым – бесценный опыт. Говорят, с таким дирижером невозможно не сыграть вместе. Настолько все тонко, настолько понятно. Как истинный дирижер, он свою точку зрения, свое понимание музыки и солистам предлагает именно такое чувствование и понимание. И оркестру мы с большим интересом и любопытством принимаем, мы стараемся все его пожелания выполнить и получаем от этого огромное удовольствие. Валерий Халилов – дирижер мирового уровня, но работа с небольшими симфоническими оркестрами России – для него неотъемлемая часть творческой жизни. Это для меня лакмусовая бумажка. Как я сам себя экзаменую, как я встречаюсь с другими людьми, которые не подчиняются, скажем так, по военным языкам. Как они тебя встречают? Для меня всегда такая загадка, но, как правило, результат меня всегда удовлетворяет, потому что я расстаюсь всегда с друзьями. Во втором отделении концерта звучала патриотическая музыка, а говорить о патриотизме всегда сложно. Есть риск перейти на пафос и не быть услышанным. Но когда о любви к родине говорят на языке искусства, все воспринимается по-другому. Музыка попадает в самое сердце. Вы знаете, нам очень было сегодня приятно вот это вспомнить. И вот через весь концерт, особенно во втором отделении, был дух патриотизма, любви к России. Нам необходимо это сегодня слышать и чувствовать. В Национальном музее прошли пятые юбилейные краеведческие чтения, посвященные Леониду Романовичу Кызласову. Ежегодно научное сообщество Хакасии и соседних регионов собираются вместе, чтобы обсудить актуальные проблемы истории и культуры нашего региона. В работе межрегиональной конференции приняли участие более 70 человек. Это сотрудники музеев, деятели науки и культуры из Хакасии, Бурятии, Новосибирской и Кемеровской областей и Красноярского края. В рамках работы конференции были открыты четыре секции, где обсуждались вопросы археологии, этнографии, исторического краеведения, музейного дела и искусствоведения. Это очень значимо и важное событие, потому что оно позволяет катализировать усилия и краеведов, и ученых, и музейщиков, и теоретиков в сохранении наследия Леонида Романовича Кызласова, который очень много сделал для изучения истории республики. Несмотря на то, что Хакасия достаточно хорошо изучена этнографами и археологами, по словам специалистов, белых пятен в истории еще достаточно, поэтому количество участников краеведческих чтений ежегодно растет. В этом году было зачитано более 50 докладов. На протяжении уже пяти лет наша конференция набирает все больше оборотов. К нам ежегодно приезжают все больше и больше специалистов из разных областей истории, краеведения, этнографии. В этом году мы видим по программе заявлено пять докторов наук и 15 кандидатов наук. Это говорит о том, что набирает обороты и научный уровень конференции. Лидером по количеству участников была секция археологии и этнографии Сибири. Секция искусствоведения и развития культуры хоть и уступала по численности докладчиков, но не по значимости. Научные труды были посвящены личностям, сделавшим весомый вклад в развитие культурных традиций Хакасии. В частности, Ольга Охремчик рассказала о художнике Александре Доможакове, основателе стиля археоарт. В основе лежат пиктографические знаки древнего искусства Хакасии, переосмысленные художником, никак не повторенные, а переосмысленные образы, которые у него возникали после изучения древней истории Хакасии. Что все эти произведения и все его творчество, оно послужило началом и толчком некого направления не только в Хакасском, но и в всесибирском искусстве. Пятые юбилейные кровеческие чтения завершились. Организаторы уверены, в следующем году участников будет еще больше. В 2016-м Национальный кровеческий музей имени Кызласова будет отмечать 85 лет со дня основания. В Театре Читыген прошла премьера. Спектакль для детей «Родничок». Музыкальная сказка по мотивам хакасского фольклора – победитель конкурса Союза театральных деятелей России. Сказка ориентирована на широкую детскую аудиторию. Спектакль в доступной форме рассказывает детям о народной мудрости. В постановке отражены особенности мировоззрения, ценностей и верования хакасского народа. Поставил спектакль тувинский режиссер Сюзанна Оржак. С Театром Читыгена она работала впервые. Актеры Театра Читыгена очень талантливые, красивые. И мне кажется, у Театра Читыгена есть перспектива стать крупным театром, музыкально-драматическим театром не только в Хакасии, но и во всей Сибири. Сказка Натальи Семенниковой «Родник» была написана для детей детского сада. Но так как эта пьеса была очень интересна, со своими самобытными традициями, мы решили создать спектакль на сцене Театра Читыгена. Мы продолжаем нашу рубрику «Писатели Хакасии». Сегодня наш гость – журналист и писатель Олег Петрович Шулбаев. В его творчестве нашли отражение переломные моменты истории России, которые оказывали влияние не только на судьбы отдельных людей, но и целого народа. Поколение, рожденное в конце 40-х, в начале 50-х, удивительное. Вроде бы сами на войне не были, но в то время чувствуют и знают очень тонко и правильно. Олег Шулбаев родился в 54-м, но тема Великой Отечественной войны так или иначе проходит практически через все его творчество. Все потому, что рассказы о том времени он получал из первых уст. Отец Олега Петровича прошел не одну войну. Я специально назвал к нему «Мой отец, мой герой». Почему? Потому как он участник двух войн. На озере Хасане, будучи пограничником воевал против японцев. Потом на востоке, он на западе против фашистов. В самые тяжелые годы, это в 41-м, в июле его забрали, и он в августе уже на Украине бился со своим другом, который жил с ним в Тлачке, друг детства, юности и так далее. Олег Шулбаев не придумывает истории. Все, что написано за прошедшие годы, основано на реальных событиях. Героев своих произведений он или знал лично, или о них рассказывали близкие люди-относельчане. Так, в одном из первых серьезных произведений Олега Петровича, повести «Год кровавого лиса», рассказывается о сталинских репрессиях, от которых пострадали многие хакасские семьи, в том числе и семья Шулбаевых. А вот в жизни ситуации такие бывают, что их ни в одной книге не найдешь. Некоторые фантасты бы думают, что сами с пальцем высасывать или из потолка берут. Но жизнь-то, она круче куда? Такие примеры, да, страшно. Волосы дымов стоят. Но о чем бы ни писал Олег Петрович, он обязательно делает это на двух языках. Если произведение рождается на хакасском языке, он переводит его на русский. И наоборот. Просто необходимость появилась, чтобы какое-то веское слово сказать в своей литературе. И это нужно не только для развития, допустим, литературы хакасской, но и для развития языка. Потому как я в своих книгах, изданных на хакасском языке, я стараюсь вводить слова шорского диалекта. Сегодня Олег Шулбаев успешно сочетает труд писателя с журналистской деятельностью. Сотрудничает с газетами, телевидением и радио. И все-таки литературу считает главным делом своей жизни. В героев вкладываешь свой характер, свои мысли. Это у каждого, наверное. Не зря Толстой говорил, Наташа Ростова – это я. Так что я считаю, что многие герои – это я в их устах вкладываю свои мысли. Чтобы на меня там поклепа не было. Я говорю, это герой сказал. На этом пока все. Следите за новостями культуры на нашем канале. Спасибо за внимание и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok